Здравствуйте, я Анна, ведущая канала Выпечка Хлеба. На этом канале множество рецептов хлеба, который вы можете испечь самостоятельно в домашних условиях. Также подписчики делятся фотоотчетами своей выпечки. Сегодня у нас обзор финского хлеба. Его особенность и отличие от других хлебов в том, что он на 100% ржаной, так как выпекается полностью из ржаной муки. Как известно, рожь преимущественно растет в северных районах Евразиатского континента. Рожь, как и жители этих районов, любит холод. Рожь любит, когда ее сеют осенью в холодную землю. Такая рожь называется озимой. Благодаря зимней закалке и жаркому лету мы получаем ценный, целебный и вкусный вид зерновой культуры. Финский хлеб имеет только название, но никак не связан с национальностью. Так как Финляндия в прошлом веке входила в состав Российской империи, многие народы российской территории могут по праву считать ржаной хлеб своим достоянием. Это видео о ржаном хлебе имеет продолжение. В конце ролика вы узнаете почему. Итак, мы начинаем. Приятного просмотра! Вечером готовлю закваску для хлеба. Для этого я достала 10 грамм ржаного стартера из холодильника и оставила на час в тепле согреться. Для закваски я также подготовила 100 грамм ржаной цельнозерновой муки и 100 грамм воды комнатной температуры. К стартеру вливаю воду и размешиваю его в воде так, чтобы он полностью растворился. Теперь засыпаю муку. И вымешиваю закваску. До получения однородной густой консистенции. Закваску разравниваю по поверхности. Накрываю и оставляю на 10-12 часов для брожения. Моя закваска бродила 11 часов при температуре 25 градусов. Она хорошо увеличилась в объеме и стала очень пористой. Для теста понадобится вся готовая закваска, 400 грамм ржаной цельнозерновой муки, 10 грамм соли и 300 грамм воды комнатной температуры. Перекладываю закваску в большую стеклянную чашу. Вливаю всю воду, немного размешиваю закваску в воде. Засыпаю соль. И хорошо их размешиваю в воде, пока закваска не разойдется. Теперь добавляю всю муку. И вымешиваю тесто лопаткой. Вымешиваю около 7 минут до однородного состояния. Тесто разравниваю по поверхности. Накрываю. И ставлю на расстойку на 1,5-2 часа. Время зависит от температуры помещения. У меня тесто простояло 2 часа при температуре 25 градусов. Оно увеличилось в объеме и стало достаточно рыхлым. Приступаю к формовке хлеба. Для этого стол обильно посыпаю мукой. Перекладываю на него тесто. И аккуратно формую его. Придаваю округлую форму. Кверху немного его сужаю, придавая форму конуса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поставила формированное тесто... Перекладываю на пергамент. Посыпаю мукой, накрываю и оставляю на расстойке приблизительно на час. Духовку заранее прогреваю в режиме вверх-вниз до 250 градусов. Мой хлеб подходил 1 час 15. Отправляю хлеб в духовку, перетягивая вместе с пергаментом на горячий камень. Выпекаю 10 минут. Через 10 минут снижаю температуру до 200 градусов и пеку хлеб до готовности еще 30 минут. Когда хлеб готов, духовку включаю. Достаю хлебушек и сразу выкладываю его на решетку. Полностью его остужаю. И еще лучше дать хлебу 8 часов для созревания. Я нарезаю хлеб уже на следующий день. Приятного вам аппетита! Поехали! 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 На примере этого ролика вы увидели, что выпекать такой хлеб вполне по силам каждой хозяйки, которая подписана на канал «Выпечка хлеба». Если вы не выявили еще свою первую закваску, вам сюда! Выпечку ржаного хлеба по этому видео можно назвать начальным или базовым уровнем. Советую начать с этого варианта, пока не вышла вторая часть. Во второй части мы с вами сделаем кое-какие дополнения и достигнем иных результатов. Поэтому оставляю за собой небольшую интригу. Чтобы ничего не пропустить и быть в курсе хлебных новостей, нужно сделать простую вещь – чуть ниже под видео нажать на кнопочку «Подписаться». Там же вы найдете значки колокольчика и пальцы вверх. Жмите на них, не стесняйтесь. Ну а я с вами не прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok